Добрый день. Сегодняшний наш герой – немецкий художник Тим Уллер, художник замечательный, очень малоизвестный, к сожалению, не только у нас, но и в мире. Это почти локальный немецкий герой, сделавший, тем не менее, невероятно много нового. Питер Вайбель, австрийский куратор, художник, бывший куратором, четвертый московский биеналик, совершенно замечательно определил Уллерихса, что это такой художник, создававший, художник-прототип, художник, создававший, как бы забрасывавший в мир художный мир идей, которые потом использовали другие, которые других становились более известными, художник для художников. И другие наши герои – это Гилберта Джордж, британский дуэт, британские художники, которые, собственно говоря, считают себя, о чем будет позже, не двумя художниками, работающими вместе, а одним художником под названием Гилберта Джордж. Дооборот, это абсолютные звезды современного искусства, звезды известные у нас, потому что еще в 90-м году у них была выставка в Москве, это была одна из первых выставок современного искусства, одна из первых выставок мировых звезд в Москве в центральном доме художника. И для Гилберта Джорджа их поездка в Москву, то, что они в 90-м году выставлялись в Москве, тоже было очень важно, потому что это была часть их программы создания искусства, принадлежащего абсолютно всем, доступного для всех. И в этом смысле, конечно, Тим Уллерихс и Гилберта Джордж – это фигуры, скорее, контрастные, потому что Уллерихс – это действительно художник для художников. Гилберта Джордж всю свою многолетнюю карьеру настаивают на том, что они делают искусство для всех, что они делают искусство для широкой публики, что они делают искусство для народа. Это искусство, можно даже сказать, предельно популистское, сознательно популистское. Почему в этой лекции они объединяются? Потому что и Уллерихс, и Гилберта Джордж начинали с разницы почти в 10 лет с очень похожего жеста. Тим Уллерихс объявил себя и выставил себя в качестве живого произведения искусства в 1961 году, а Гилберта Джордж в 1969 году объявили себя живой скульптурой. И с тех пор так это живой скульптурой, насколько я понимаю, являются. У нас между этими двумя жестами прошло 8 лет. И за это время появилось достаточно много художников, которые так или иначе ставили себя в центр своего искусства, которые создавали искусство, прозаимых себя, были своими главными персонажами, были своим главным материалом. Опять-таки могу напомнить, что уже тоже достаточно давно, наверное, тоже в конце 90-х, может быть, в начале 2000-х годов в Москве была большая, очень интересная международная выставка, которую курировал Андрей Ерофеев. И выставка эта называлась «Художник вместо произведения». И вот этот самый феномен художников вместо произведения покрывает достаточно большое количество фигур и практик, существовавших и существующих в искусстве XX века. И о многих таких художниках, которые были основными, собственными главными героями, собственными главными материалами. Мы уже говорили в этом курсе лекции. И надо напомнить, насколько они все были разные. Насколько это был Марин Абрамович, которая рассказывает собственную автобиографию, которая свои испытания себя, свои переживания, свой опыт делает предметом искусства, который театрализует себя, который рассказывает, который превращает себя в персонаж и, в конце концов, является, наверное, сейчас одной из главных поп-звезд современного, дивой современного искусства. Это может быть Крис Бёрден, который выступает как такой художник-испытатель, художник-каскадер, испытывающий себя и на прочности, испытывающий арт-мир на прочности. Это может быть Йозеф Бой, создававший свою индивидуальную мифологию. Это как бы масса. Это может быть Брюс Науман, превращающий свое тело в материал для скульптуры, для инсталляции. Это масса самых разных художественных практик. Но, наверное, Ульрихс сделал этот жест, объявил себя произведением искусства, сделал себя произведением искусства первым. И его жест не имел ничего. Собственно говоря, с 61-го года он выставлял себя на выставках вот таким образом в витрине, в которой подобает выставлять произведение искусства. И, собственно говоря, подписал себя. Где-то у него на руке есть татуировка с подписью. Он подписал самого себя как собственное произведение искусства и выставил себя действительно как первое живое произведение искусства, которое выставляет саму себя. Ульрихс был, вдохновлялся как бы практикой дадаистов. И его идея выставить себя в качестве произведения искусства, собственно говоря, была развитием идеи ради-мейда. Это была своего рода радикализация стратегии Марселя Дюшана, который считал, что любой предмет можно выставить в качестве произведения искусства, если его поставить, поместить в музей, подписать. Ульрихс сделал следующий шаг. Он сказал, собственно говоря, почему надо выставлять и выбирать какой-то предмет, почему бы не выставить в качестве произведения искусства самого себя. И в этом жесте есть то, чего не было, наверное, ни у кого из последующих художников, так или иначе работавших с самими собой, как с материалом своего искусства. Это жест абсолютно лишенный какой-либо экзистенциальности. То есть человек подписывает себя как произведение искусства, абсолютно не вкладывая в это ничего личного. Он не трансформирует себя, он не отказывается от себя, он не идет на какой-то подвиг. Он не идет на какую-то жертву, он не меняет свою идентичность, он просто такой, какой он есть, со своим именем, со своей одеждой. Помещает себя в ящик, подписывает себя как произведение искусства. И дальше начинает целый ряд перформансов, в которых он работает с собственным телом, с собственной личностью, как с материалом, как с абсолютно тем материалом, которое доступно, всегда находится под рукой, как с чем-то предельно банальным. То есть для него собственное я и собственное физическое присутствие, собственное тело является самым банальным предметом, с которым можно работать. И при этом точно так же понятие банальности – это тоже одна из ключевых для него историй. Потому что в том же году, в котором он был, или за год до того, как он объявляет себя живым произведением искусства, он учреждает некую эффективную институцию, он учреждает рекламное бюро тотального, банального и вневременного искусства. И вот это сочетание тотальности, банальности и выключенности из времени, оно тоже довольно показательно. Почему что он объявляет это, он учреждает эту институцию, учреждает это рекламное агентство? Собственно говоря, как можно считать, что все, чем он занимается, это продукция этого рекламного агентства. На самом деле он просто назвал этим рекламным агентством квартиру, в которой он жил, где была одна из комнат, в которой он жил, в которой он не делал акции, он не делал выставки. Она была названа выставочным залом, другая комната была названа театральным залом. Что совершенно не следует, что там происходили выставки, что там происходили спектакли. Из чего следует, что все то, что там происходило, вся его повседневная жизнь, после этого автоматически является произведением искусства. Без того, чтобы ему специально надо было что-то в этой жизни делать необычное, зрелищное, превращающее ее в произведение искусства. То есть это очень старая проблематика, восходящая, опять-таки, к дадаистам, к авангарду начала века, как исследовать или отменить границу между искусством и жизнью, как сделать так, чтобы искусство и жизнь стали чем-то юридимым и целым. И внутри этой практики Уллерхс делает достаточно разнообразные жесты. Например, он предлагает использовать собственную кожу, что он может быть таким же материалом искусства, как все что угодно. Например, он использует собственную кожу, как фотопленку, за загаром выжигая на ней буквы. То, что потом будет делать, через пару лет будет делать Деннис Оппенгейм, либо там американский художник с гораздо более известным произведением, что абсолютно не значит, что Деннис Оппенгейм украл это у Тима Уллерхса, но он вместил это в совершенно другой контекст. Это был контекст исследования собственной телесности. А для Уллерхса, собственно говоря, его даже довольно сложно назвать художником, который занимается проблематикой телесности. Тело для него является абсолютно токоматериалом, а не каким-то предметом исследования. И такое же, что такое я как зрелище, как я помечаю зоны, которые я сам не могу увидеть на своем теле без зеркала, что это такое, что это за картография собственного тела. И, кстати, там вот видна эта самая татуировка на нижней фотографии, где он себя подписал как произведение искусства. Что такое, и как любой художник, что такое, как бы, да, тоже такая, как бы, вечная идея любого художника, задуматься о вечном, что я ставлю после себя, какой будет моя смерть, может ли смерть, что останется от меня в вечности. Поэтому одним из достаточно ранних произведений Тима Ульрихса является его могила, на которой надо проставить в какой-то момент, когда это случится, вторую дату, пока что на ней обозначена только дата рождения. А с могилой совершенно замечательной эпитафии «Не забудьте забыть меня». «Спасибо, что вы не забыли забыть меня». То есть такая антиэпитафия. И эта идея могила, идея как бы искусства как бессмертия, то есть это все равно исследование неких общих мест искусства, для чего художник занимается, писатель или поэт занимается творчеством, чтобы оставить о себе память, чтобы оставить о себе след, чтобы стать бессмертным. А здесь хорошие слова о художнике говорятся только после его смерти. Лучшая статья – это некрология, самая восторженная во всяком случае. И в 70-е годы Ульрихс издает сборник некрологов по самому себе, где он наконец может о себе рассказать так хорошо и так полно, как можно говорить только об умере, о скончавшемся художнике. И придумывает и начинает этот сбор с рассказа о том, что художник Ульрихс погиб побитым метеоритом. Может быть, потом эта идея возникает у Маурисио Каталана с его скульптурой Папы Римского «Побитым метеоритом». Здесь возникает вот такая вот. В 69-м году он придумывает эпитафию, придумывает могилу с эпитафией. А в 92-м году он создает для себя некрополь. Это тоже удивительный проект, который в начале 90-х годов. Это парк, который появился в Германии около города Касселя, где проходят документы, одна из самых главных немецких и европейских выставок и постоянных современного искусства. Там есть некрополь художников, где художники могут придумать и создать для себя свое будущее захоронение, свое будущее могилы. И вот Ульрихс придумал такую совершенно оптимистическую могилу с окошком, которая придет просто с окошком посреди земли. И дальше тоже одна из его самых знаменитых историй, поскольку основная идея его, что жизнь и искусство должны, наконец, стать идеей, абсолютно объединиться, что вся его жизнь, которую он проживает, он будет гипотетически, должна быть отснята на пленку, что это фильм длиной в жизни, что это фильм, в котором главный герой, персонаж и актер абсолютно дождественны. Не знаю, насколько он этот проект продолжает осуществлять. И, собственно говоря, что такое конец фильма? Это окончательно закрытые глаза, и он, собственно, делает себе еще одну татуировку, татуирует себе навеки слово «конец», которое как конец фильма, глаза закрываются, фильм закончился, но это может… Ну, или любое, или, собственно, нам достаточно закрыть глаза, чтобы наступил конец тому фильму, которым является вся наша повседневная жизнь. Все то, что мы видим вокруг себя, это можно воспринимать как некий бесконечный кинофильм, и в конце каждого дня мы ставим, мы заканчиваем этот фильм «Закрывая глаза», и вот самый титр, конец, как бы вытатурыванный на веки, это тоже такой достаточно изящный знак вот этой самой тождественности повседневной жизни и искусства, в этом случае искусства как кинофильма. А и «Зе энд» – это тоже один из проектов, который он делает, когда он собирает все титры, конец из всех возможных фильмов, создает из них фильм. Проект, который начинает в 1966 году, довольно долго продолжает, и, надо сказать, что в 1966 году это предвосхитило довольно многие кино, в том числе опыты. И татуировки – это тоже один из сюжетов, с которым мало кто из художников работает, то есть такая нерадикальная… причем не в контексте боди-арта, не в контексте какого-то радикальной трансформации себя, а в контексте как раз переозначивания, подписывания собственного тела, поэтому здесь это может быть татуировка «Зе энд» на глазу, это может быть татуировка с превращающей… мишень, превращающая его в живую мишень, которую он делает. Это может быть постоянное исследование того, что же мне дает основа… что же делает меня зрелищем, что же при каких условиях я могу быть произведением искусства, при каких условиях я не только появляюсь, как выставляю себя как произведение искусства и становлюсь видимым, но и при каких условиях я могу стереть себя. Вот такая замечательная фотосерия, где он закрашивает, стирает себя, стирает свой образ, стирает, и в каком смысле отматывает свое существование назад. радикальная история про нарциссизм, который в любом боди-арте присутствует. Помните, когда мы говорили про американского художника Витта Оконча, который, собственно, постоянно исследовал самого себя, свою персональность, свою телесность, себя как объект и субъект желания. И вот этот нарциссизм, который присутствует, присущ на всем, и особенно художникам, потому что если тебе чушь нарциссизм, то вряд ли становишься художником и публичной фигурой так или иначе. И у Ульрихса в 1975 году возникает абсолютно эмблематичная вещь, то есть это буквализация этого представления, что такое нарциссизм. И нарциссизм, опять-таки, как в случае, возвращаясь к Оконче, что нарциссизм – это еще и метафора современного искусства, современное искусство, которое всегда про самое себя, которое рефлексирует на себя, на то, что такое оно, что такое искусство. И у Ульрихса этот нарциссизм буквализуется абсолютно, потому что это перформанс или фотосессия, скорее, во время которой он имитирует совокупление с зеркалом, то есть с самим собой, вот эту любовь к самому себе, эту отрефлексированность, это действительно абсолютная буквализация того, что такое быть нарциссом, что такое быть влюбленным в самого себя, что такое постоянно соотносить себя с собственным образом, с собственным изображением, с собственным отражением, чем, собственно говоря, занимается любой художник, любое искусство. И зрение, зрелище, появление себя, то, что я вижу, является, сам акт зрения является, видение делает мир искусством, в случае у Ульрихса, художника, который отказывается от того, чтобы делать произведение, и поэтому в какой-то момент тоже сронологическим образом он появляется с очками слепца, с тростью появляется, и с табличкой, на которой написано «Я больше не могу видеть искусство». И появляется он с этим перформансом на Тюньской художественной ярмарке, то есть там, где искусство становится товаром, где оно демонстрирует свой переизбыток, появляется художник, который ставит себя, естественно, вне этой рыночной стратегии, потому что он не создает произведения, выставляет самого себя. С табличкой я больше не могу видеть никакое искусство, чем больше его видеть. И, как я уже говорил, в его художественных жестах абсолютно почти нету радикализма, почти нету испытания себя, если эти моменты, все-таки эти моменты в какой-то момент проступают. И один из них – это перформанс, сделанный во время Мюнхенской олимпиады, перформанс, пародирующий вот это желание сделать некий подвиг и испытать свои возможности, преодолеть их и так далее, то все то, чем, собственно говоря, является спорт и спортивная риторика, перформанс достаточно как и забавный, так и мучительный, потому что Ульрихс бежал вот в таком колесе, как домашнее животное, так как белка в колесе, но пробежал он при этом марафонскую дистанцию, эту дистанцию, которую положено пробежать марафонцы, показав всю вот эту как бы тщетность и бессмысленность вот этого самого спортивного подвига и спортивной идеи. И еще более героическим был и действительно опасным был вот Эрформас, во время которого он превратил себя в живой громоотвод, и он ходил с этим многометровым медным стержнем, ходил действительно во время грозы по полю в ожидании того, что ударит или не ударит в него молния, что, к счастью, не произошло, естественно. Но при этом опять-таки, мне кажется, что это может быть та его акция, которая ближе всего к такой героическому перформансу, героическому бодиарту, которым занимался уже в то время вполне себе занимался в Америке Крис Бёрден, простреливающий себе руку, подвергающий себя всевозможным испытаниям. Но здесь это скорее ощущение, за этим тоже есть такая какая-то некая неэкзистенциальность, очень холодная, отстраненная, что если я всего лишь произведение искусства, то со мной ничего не может произойти. Это абсолютно громоотвод. Это только громоотвод, это и уже перестает быть живым человеком, которому что-то угрожает. Также, как и еще одно достаточно лихое испытание, лихой перформанс, как бы было, а по которому перформанс-испытание предельно зрелищный, которое Улья Рисде проводит в 1978 году. Это портрет, созданный ножами, собственно говоря, цирковой номер, во время которого профессиональный метатель ножей очерчил его контур, бросая в него ножи. Метатель ножей был цирковой, выглядел так, как полагается цирковому профессионалу. Вот. И вот это как бы ощущение, все-таки ощущение, что если я становлюсь произведением искусства, спасает это или не спасает меня от смертности, это ощущение как бы ощущение бренности, которое всегда присутствует в этой мысли. если мое единственное произведение искусства, это я. Вот. Оно появляется еще в целой серии автопортретов, которые делает Улья Рис, вот такой автопортрет маска, которая захлопывается в ящик. и тоже достаточно героический перформанс, в котором он 10 часов провел вот в таком вот внутри такого вот валуна, выдолбленного по форме его тела и как бы ископаемое, которое в нем сохранилось и по лунте остался как пабликартов с таким отпечатком тела. Вот. И огромное количество работ, связанных с этим самым, что такое уже не с присутствием художника, да, все-таки язык усложняет, в 61-м году в качестве первого жеста можно было просто подписать самого себя и дальше оставить, а потом испытывать себя и дальше вся история развивается, что такое оставить след, что такое оставить отпечаток, что такое оставить слепок. Вот такой ящик, внутри которого спрятан как у факира слепок тело художника. И одна из его достаточно поздних работ, это парк, скульптурный парк, с целой мостовой, с целой площадью, вымощенной валунами, каждый из которых является его автопортретом. Такие огромные следы себя, которые превращаются в пространство, в тотальную инсталляцию, которые оказываются таким приговором, финалом, рассеиванием бесконечного нарциссизма, бесконечной самовлюбленности и самоотрешенности. Либо это бесконечное я, бесконечный нарциссизм и такое же бесконечное превращение просто в камне мостовой. Вот это обратная сторона нарциссизма, что произведение искусства становится не портретом художника, а следом его исчезновения. Показывают, как этот образ исчезает. Вот такая крошечная рама. Я в раме, но портрет это крошечное утолщение на этой раме. То есть это рама, которую признал показать, как это не обрамляет это лицо, заставляет этот образ, а включает его в себя и заставляет его исчезнуть. Я это не только образ, это еще описание, это еще всевозможный текст. Вот такая замечательная, очень красивая работа, которую Ульрих сделал для документа как раз 1977 года. Манускрипт Хиромантии, книга для чтения по Хиромантии, которая действительно была слепком его рук, раскрывающимся как книга. То, что может прочесть Хироман, то, что может прочесть гадатель по руке, замечательный предмет, который выглядит каким-то действительно как из средних веков, непонятный предмет загадочного назначения. Книга вот эта книга Тихироман, когда тело художника становится не только образом, но и текстом, который можно прочесть. И представляет себя Ульрихс, протоколирует себя еще и через тела. В качестве своей автобиографии он, например, выставляет собранные за огромный период, за огромный протяженный, достаточно долгий период, весьма многотомный, собрание всех медицинских показателей его тела, энцефалограммы, например, или кардиограммы, которые подверстываются и оказываются автобиографией, поскольку автобиография, которая, естественно, ничего о нем не говорит никому. Это бесконечный протокол, это бесконечная запись, исследование себя, это может быть достаточно мучительное, но, опять-таки, абсолютно невизуальная процедура эндоскопия, такая, как бы, портрет, снятый изнутри, вот этой камеры, которую надо проглатывать, как во время медицинских обследований, и уже после Ульрихса это будет, опять-таки, повторять, будет, опять-таки, с Опенхейма будет повторять стеллорг, такой, как бы, достаточно идеи, искушающий многих художников, художников, исследующих, скорее, исследующих свою телесность, чем исследующих то, насколько, самое подробное описание, вот этот взгляд изнутри, самое интимное, можно сказать, образ художника, ничего о нем не говорит, насколько это предельная телесность и предельная интимность оказывается безличной. Это может быть вот такая же история с кинопленкой, которая перематывается заставляя исчезнуть контур-художника, который нарисован на этой бобине. Это может быть тоже портреты, сделанные, вот такая запись, сделанная с помощью какого-то медицинского оборудования и заставляющая эту голову выглядеть, образ сделанного медицинского сканирования какого-то, которая тоже эту голову заставляет выглядеть как посмертное масло, Как посмертную маску. Это может быть в 80-е годы сделанный проект рентгеновского снимка, как при проверке, как проверенный багаж, просвеченный багаж с таким рентгеновским автопортретом себя. И это могут быть достаточно радикальные, что я являюсь в том числе текстом, что я являюсь произведением искусства и исследую себя как произведение искусства. В конце 60-х годов Ульрихс, исследуя в качестве отсылки к тексту Вальтера Деньямина «Искусство в эпоху технического репродуцирования», пытается выяснить, как же я могу репродуцировать себя. Что же это? Главное, я репродукция. И он сдает свою сперму в банк, репродуцируя себя таким образом, но абсолютно, опять-таки, по Беньямина утрачивая ауру своей неповторимости при такой попытке репродуцировать себя. И вот эта история, что я – это текст, что я – это анонимность, связана в том числе и с тем, что одним из направлений исследования Ульрихса была конкретная поэзия по этому исследованию Вальтера Деньямина «Искусство в эпоху технического репродукции» – это может быть и вот эта самая акция о создаче спермы в банк спермы. И может быть вот такая вот абсолютно чистейшая концептуалистская вещь – действительно репродукция, 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 ксерокопия, 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 во время которой, в процессе этого постоянного копирования, в конце концов, страница книга, изображение или страница книги становится абсолютно нечитаемой. Ну, собственно, как бы некой визуальной поэзией или конкретной поэзией он занимался достаточно параллельно с акционизмом, это даже сложно назвать акционизмом, как еще одним направлением концептуального искусства. Исследуя, собственно говоря, там, тавтологию, слово изображение, тавтологию образа и того, как они переливаются друг в друга, ничего при этом не говоря, это текст, который ничего не сообщает, это картинка, которая ничего не показывает, это то, что принципиально важно для концептуального искусства, да, то есть исследование собственной тавтологической природы. Вот, роза есть роза, есть роза, и вот такое, вот замечаю, достаточно анаграмма, да, где есть французское «Жусьфи», «Я есть», да, «Жусьфи» и «Шарли», как мы все помним, и «Иисус», где это все время «Я есть Иисус», «Я есть», где слово «Я существую» оказывается словом «Иисус», да, где перестанавливаются буквы, создавая самые разные смыслы. Вот, но конкретная поэзия — это, опять-таки, это материализованный игрослов, это бетонная книга, книга точно так же, как тело, когда его пытаются исследовать и описать, как произведение искусства, в конце концов утрачивает собственную идентичность, книга, когда ее пытаются, поэзия становясь конкретной, становится нечитаемой, это книга, которую невозможно прочесть, как вот эту вот бетонную, действительно конкретную поэзию, как, что такое вообще акт чтения, вот две одинаковые книги, да, книгу, которую Людовик Эйнштейн в данном случае, как бы базовая книга для концептуалистов, базовая книга, из которой исходил Кошик, да, когда постулировал, что такое концептуальное искусство. Вот здесь как выглядит разница между книгой, которую я прочел, и книгой, которую я не прочел, поставленных рядом. Можно ли их различить? Это одна и та же книга, снятая в разное время, это два экземпляра одной и той же книги. И такая вот, может быть, самая садистическая из книг, которую создает Содо Уллерс, «Не прикасайся ко мне», написана шрифтом Брайля на металлической книге, находящейся под током. То есть прикасаться лучше действительно нельзя, но если не прикоснуться, то ты не можешь прочесть, что к ней нельзя прикасаться. И такими же исследованиями подвергается не только я, как я художника, не только что такое быть собой, что такое быть художником, не только книге, но и подвергается, собственно, изображению. Что такое сама природа, не только сама природа произведения искусства, но и сама природа изображения. Изображение обратной стороны картины, фотография обратной стороны холста, сделанная на фотохолсте, как сделать картину, изготовив ее, но при этом не занимаясь живописью, как снимать пустоту, как делать невидимое произведение. Одна из самых, что заставляет нас видеть образ. Вот такая вот серия ландшафтов, которые на самом деле первые последние кадры, слайд-пленки, не отснятые, технические кадры, в которых натренированный взгляд, готовый на выставке увидеть картину, увидит романтический пейзаж заката моросвета. Или с морем. Потому что, собственно говоря, любая картина – это только постановка нашего взгляда, это только некая конвенция внутрикультурная, которая существует и которая заставляет нас видеть картину там или иначе. Что такое картина, когда она перемещается в другой контекст, серия переснятых кадров порнографических, в которые вклеены те или иные произведения мирового модернизма. Что такое, что будет с этими произведениями, если они окажутся в контексте порно. А что такое, может ли быть произведением искусства кража из галереи в данном случае. Это была акция, в которой произведением искусства была объявлена кража чужой работы из галереи. Это был подвиг, который Ульрихс задумал в 1969 году, осуществил в 1971 году, и который довольно многие повторяли. Его повторял Маурисия Каталан в 1980-е годы с этой кражей из музея. Его повторял Улахи, его повторял Бэнкси, который, наоборот, приносил работы в музее, подкидывал их. То есть это тоже действительно некая работа прототип, который был подвиг, хулиган, выходка, которую повторяли в разных смыслах. Повторял целый ряд более известных, наверное, более популярных художников. Идеи найденных объектов, галереи найденных объектов, которые просто бюро находок, все что угодно может оказаться в этом ящике. Что создает статус произведения искусства, что происходит, когда мы еще раз задаем этот вопрос. Это не трубка Магрита, но, скорее всего, это все-таки трубка, в отличие от трубки Магрита, которая не трубка. Что такое большое стекло, которое не большое стекло Дюшана, но тоже с трещинами. Что такое может ли быть выставка или произведение искусства, которое состоит из таблички «Проход на выставку запрещен», даже если никакой выставки нет. Что такое блок, который содержит собственный эквивалент, то есть это постоянная тавтология. Что такое форма и содержание, и что такое реконструкция, когда реконструируется все равно из самых разных обломков реконструируется одно и то же, создавая гораздо более зрелищные, гораздо более элегантные произведения искусства, скульптуры. В 80-е все-таки Уллерс работает со скульптурой и работает с пространством, потому что мало объявить себя произведением искусства, мало выяснять, что такое произведение искусства и каков его статус. Надо понять, в каком пространстве оно находится, в каком пространстве институциональном оно находится, в каком идейном пространстве оно находится, и в каком просто пространстве как таковом оно находится. Поэтому возникает история, что такое действительно система координат, в которой мы все это мыслим, что он и делает. Только система координат, система координат, естественно, эгоцентрическая, поскольку всегда это все вокруг самого художника. И система координат, которая, как и все координаты, все то, на что мы ориентируемся, что является искусством, что не является искусством, в чем мы готовы увидеть картину, в чем мы не готовы увидеть картину, это всегда очень подвижная концепция, очень растяжимая. Поэтому действительно, это одна и та же линейка, но это уменьшенное изображение, 20 сантиметров будут всегда, как вы видите, бесконечно разной длины в этом мире. Все повседневные предметы, с которыми работает Олирс, тоже оказываются внутри вот этого очень подвижной, растяжимой системы координат. Это могут быть вполне милые, ранние годоистские абсолютно работы, концерты для свистков, для чайников. Это может быть достаточно парадоксальная игра с предметами, такая сюрреалистическая, предвосхищающая Эрвина Урма, топор, который рубит самого себя, стулик, который держится на критике, на книге, стул, который устал и решил присесть от того, что стул, который устал, что на нем все сидят и решил присесть сам. Стул и его тень, как бы стул, и его двойник, стул Питера Шлемеля, почти дизайнерский стул, который готов слететь, перевернутые стулья, которые превращаются в пейзаж итальянского города Сан-Жемениана. Это город с такими ренессансными небоскребами, с ренессансными башнями. Но, собственно говоря, это перевернутый мир, поэтому это перевернутый памятник себе, Тимулельх, на обратной стороне земли, где он, собственно, слепок себя не устанавливает, как монумент, а зарывает, так что только пятки видны на поверхности. Это может быть игра с тем, что является цоколем, что является постаментом, что является скульптурой настоящей на этом постаменте. Это может быть некая игра теней и черный свет, превращенный в сплошной бетонный поток. И, собственно говоря, все эти достаточно остроумные трансформации повседневных вещей, повседневного мира, при этом делают его, наверное, очень неуютным. Если границы реальности, если координаты, в которых мы привыкли мыслить, реальность растяжимы, то мир этот оказывается крайне неустойчивым. Мир этот оказывается, в общем, небезопасным. Поэтому действительно такой долгий проект «Домокл» в мире, где над любой ситуацией, над любым самым обыденным предметом буквально нависает та или иная опасность, которая готова его смести, как шар, который сметет это живое дерево, как другой шар, который разобьет, в конце концов, дом, сделанный из стекла. Вообще вот этот дом, как символ уюта и прибежища, это то, с чем Ульрихс будет постоянно работать, показывая вот эту самую абсолютную незащищенность и подвешенность нашу в этом мире с растяжимой системой координат, с растяжимой системой, в том числе элементальных координат, дом, который регулярно затапливается приливом, дом, который состоит из одного контура дома, дом, который как бы вот такая вот странная, кладбищенского несколько видов архитектурная композиция, которая, по-моему, составлена из рэдди-мэдов, это то, чем это те колпаки, которыми на зиму закрывают статуи в парках, которые сами по себе оказываются вот таким вот городом без бункеров, городом без окон и дверей, городом довольно жутким, муляж церкви, которая уходит под землю, да, вот такой очень как бы дом, который в процессе явно какой-то катастрофы оказался, влетел в другой дом, в чем занято, что это этот паблик-арт, что это за здание, для которого Ульрих сделал этот паблик-арт, это полицейское управление этого города, место, которое само по себе связано с опасностями, непорядками, вот, это вот эти перевернутые дома, это даже такой вполне идиллический макет, там, дерево, которое растет из дома, над домом, который, в конце концов, этот дом должен над собой поднять, и отсылка к природе, отсылка к реальности, с которой работает Ульрихс, наверное, абсолютно переворачивается, вот эта идея изначальная, как бы, такая авангардистская, дадаистская идея, что надо стереть границы между жизнью и искусством, и мы всегда привыкли это читать, чтобы искусство стало жизнью, чтобы искусство стало живым, чтобы искусство стало витальным, в концептуальном искусстве, в конце концов, считается ровно противоположным, надо стереть границы между жизнью и искусством, чтобы мы поняли, что никакой жизни, витальной, независящей, которая не является искусством, находится вне той системы, которая не является ментальной конструкцией, не существует, что все, что мы видим, все, что нас окружает, является так или иначе некой ментальной конструкцией, является неким, мы это видим только исходя из неких конвенций нашей культуры, нашего восприятия, конвенции, частью которых, в том числе, является искусство, поэтому то, чем за ней, как бы, одна из историй, которой занимается Ульрихс, эта история, наверное, связана с тем, что никакой природы, как таковой, нет, такой базовой, все там долгие столетия искусства занималась, как бы, тем, что художники занимались тем, что воспевали эту красоту природы, в которой существовало, там, прекрасная, возвышенная, умиротворяющая, а Ульрихс возвращается к этому жанру, к этому размышлению о том, что такое природа, что такое ландшафт, то, конечно, никакой природы нет, что природа существует только как конструкция, что мы не видим природу иначе, как через достаточно сложные и достаточно искусственные построения, через перспективу, которая задана живописью, что мы не можем видеть природу иначе, чем в той системе координат, которая задает искусство, что мы можем пытаться ее изменить, да, у 1967 года проект действительно, если море называется красным, то надо покрасить его в красный цвет, надо покрасить в нем воду в красный цвет, и, ну, в конце концов, вся эта любая природа, любой пейзаж оказывается все-таки такой, вот эта самая ментальная конструкция оказывается игрушкой, вот как выглядит море, которое нам доступно восприять, это все более игрушка, вот как выглядит корабль, вот как выглядит пейзаж, вот они, волны, что нам мешает увидеть волны здесь, что нам мешает увидеть здесь, Вот тот самый пейзаж, который все равно не существует сам по себе, помимо нашего зрения, помимо нашего видения, что внутреннее ухо, внутренний слух – это все равно нечто, что существует исключительно внутри нас. И любые попытки вторгнуться в природу – это попытки перемешать ее, сделать своеобразный ремикс природы, как в этих зеркалах, которые он устанавливает на полосе прилива, которая потом затапливается водой и превращает в игру зеркал, собственно говоря, саму воду. И в такой повторе этой конструкции более поздней, уже в 2000-е годы, где-то такой огромный экран размером с экран уличного кинотеатра, но экран, состоящий исключительно из зеркал, который отражает окружающий мир, но отражает его все равно как калейдоскоп, все равно превращая его в некую абстрактную игру света и блеска и отблесков. Искусство, вторгаясь в природу, превращает ее в фантасмогорию, заставляя вполне живые деревья крутиться вокруг себя, потому что они помещены на платформу с моторчиком, превращая ее в фантасмогорию. И предлагаются некие манипуляции живыми организмами, что сделать улей в виде мандриана, потому что то, о чем мечтал нидерландский абстракционист, это еще как бы живопись как модели, как прообраз идеального мироустройства, идеального общества. Можно ли оказаться этот образ идеального мироустройством для пчел, тем более, что пчелы были важны как символ идеального сообщества, был важен, насколько я помню, в антропософии, которая увлекалась мандриана. Как описать мир через абстрактные идеи, описание неба – это знак бесконечности. Поэтому самолет вычерчивает этот знак бесконечности в небе, отсюда и в вечность – это кинетическая скульптура, вращающаяся конструкция, где знак бесконечности может превратиться в ноль. И наоборот, ноль может превратиться в знак бесконечности. И в некоторых ралках, в одной из немногих, у Ульрихса в работе – это паблик арт, это монументы, монументы достаточно трагические, вот эта самая абсолютная умозрительность мира все-таки оказывается еще с способом донести какую-то трагическую идею. Это памятник, установленный в одном из немецких городов, памятник евреям-жертвам Холокоста, разделенная сфера, на одной из которых написаны координаты географические этого немецкого города, на другой написаны координаты Иерусалима. Абсолютно мир, который распилен на две части и соединен воедино. И Ульрихс до сих пор все-таки делает некие перформансы, достаточно программно, что это тоже довольно давняя работа, что художник, который начинает в 1961 году с того, что выставляет себя в качестве произведения искусства, в 2009 году уже, так сказать, после огромной карьеры, да, почти, придумывает себе другую роль. Он предстает в образе музейного смотрителя. Роль, с одной стороны, более смиренная, да, с другой стороны, более могущественная, потому что художник уже не является, это гораздо менее нарциссично, чем объявить себя произведением искусства, но, с другой стороны, это тот, кто является частью, собственно говоря, той системы координат, которая делает что угодно произведением искусства, той институцией, которая назначает чему быть и чему не быть произведением искусства. Поэтому такая, конечно, была замкнутая история. Я начинаю с того, что я объявляю себя произведением искусства, и я заканчиваю тем, что я объявляю себя музейным смотрителем, то есть, собственно говоря, частью той институции, которая легитимизирует что угодно в качестве произведения искусства. Ну, другие, как бы, с очень похожей историей объявляют себя живым произведением искусства. И следующие герои нашей лекции – британцы Гилберта Джорджа, Гилберт Прош и Джордж Пасмор, которые так давно работают вместе и так давно являются этим единым персонажем и единым художником, что я думаю, что уже довольно мало кто помнит, кто из них Гилберт, а кто из них Джордж. Поскольку я помню, Джордж – это тот, который в очках. Но не факт. Два молодых человека, знакомятся они в конце 60-х годов, потому что оба они учатся в Лондонском художественном колледже Сан-Мартин, учатся они там на факультете скульптуры. И при этом скульптурой заниматься, в том смысле, в котором их учили в то время, скульптуре им совершенно не хочется. Все происходящее в этом колледже, который был, в общем, вполне продвинутый для того времени институции, их не заставляли делать реалистические памятники или какую-то натуралистическую скульптуру ваять из бронзы и мрамора. Наоборот, это было место, в котором, собственно, царила абстракция, царил минимализм. И именно этот минимализм и абстракция вызывают у них, как то искусство, которым положено заниматься студентам в конце 60-х годов, вызывают у них абсолютное отторжение, потому что они говорят, что это то искусство, которое абсолютно никому не понятно, не интересно и не важно, за стенами этого самого колледжа. И они считают, что искусство должно обратиться к широкой публике, что искусство должно быть кому-то интересно, что в искусстве, опять-таки, должна присутствовать жизнь обыденная. И поэтому они объявляют, вместо того, чтобы делать скульптуру, вот эту самую скучную, абстрактную скульптуру, минималистскую, которую уже преподают, и которая уже является мейнстримом, они объявляют скульптурой себя. Причем объявляют себя не просто скульптурой, а полющей скульптурой. Таким образом появляются два этих персонажа в костюмах 50-х годов с тросточками, делающие очень нехитрый танцевальный номер под музыку английского варьете. Этот номер Гилберта Джош повторяли, естественно, много-много раз. Поскольку живыми скульптурами можно объявить себя раз и навсегда, поэтому эта живая поющая скульптура должна продолжать петь и выступать. И выступали они двух годов, я думаю, довольно долго этот номер проделывали, и такую же достаточно позднюю запись мы, наверное, все-таки посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Вернемся к этой истории. То есть появляется живое произведение искусства, живая скульптура в виде вот этих двух молодых людей, танцующих этот номер под очень старую мелодию. Действительно, это что-то, во-первых, что абсолютно категорически не выглядит, как то искусство, которому могли учиться в колледже Сан-Марсом в конце 60-х годов. Но что еще забавнее, что сами эти молодые люди выглядят как абсолютно все, что угодно, только не так, как выглядят художники. Именно уже в то время, как вы видите, они придумывают себе тот образ, который останется навсегда. Двух людей одетых в очень протокольные костюмы по моде 50-х годов, танцующих с тросточками в стиле тоже такой эстрады нафталинной для того времени, и выглядящих, как выглядят клерки, выглядящие, как выглядят кто угодно, только не богемы и только не художники. Учитывая, что это 60-е годы, можно себе представить, как выглядели художники в то время, как выглядели студенты художественного колледжа. Можно представить себе, как они одевались, и можно представить себе, под какую музыку они танцевали, если они танцевали. То есть это самый расцвет богемности в таком варианте культуры хиппи. Это расцвет Англии, где молодые люди, наверное, ассоциируют себя с рок-н-роллом, который тогда тоже появляется, расцветает и уже становится достаточно сложной, высокой музыкой. И на фоне этого всего появляются два молодых человека, которые абсолютно отрицают не только то искусство, которым их учат, но и представление о том, каким они должны быть художники и каким должна быть богемность. То есть это персонажи, которые появляются как абсолютный знак антибогемности, антибогемы и антихудожественности. Появляются как персонажи-обыватели, абсолютная фигура старорежимных английских обывателей, старорежимных буржуазных персонажей. И на этой буржуазности они достаточно долго будут настаивать. Поэтому мы не художники, мы не занимаемся тем, что вы считаете искусством, мы показываем вот эту повседневную жизнь обычных простых людей. Точно так же мы не хотим заниматься искусством, которое ничего не значит и никому не интересно, за стенами художественного мира, за стенами художественной школы. И мы не хотим выглядеть так, как выглядят художники, потому что то, как выглядят художники, это отпугивает простых людей. Мы хотим быть понятными, мы хотим, чтобы к нам хорошо относились. Они оба выходцы из достаточно простых и необеспеченных семей. То есть они для того, чтобы быть художниками, для того, чтобы восприняли, для того, чтобы быть понятными, надо одеваться, так и одевается бедняк, когда он идет на свадьбу, на похороны или на поиски работы. Прилично, в приличном костюме, коротко стриженном. И вот эта приличность, понятность и желание быть понятными, при этом этим занимаются художники, которые делают то, что не по меркам того времени, абсолютно не могло казаться конвенциональным, не могло быть кому-либо, было абсолютно радикальным и нонконформистским, в том числе по представлениям того художественного колледжа, которым они занимались. Оно было вопиюще антисовременным, оно было вопиюще антимодернистским. И вначале они, собственно говоря, все, чем они начинают заниматься, они начинают протоколировать собственное существование в качестве вот этой самой живой скульптуры. И вот появляется единый персонаж, появляется Гилберт и Джордж, как один художник, не как художники Гилберт и Джордж, которые вместе занимаются искусством, а как некая единая фигура. Для того, чтобы появился Гилберт и Джордж, Гилберт и Джордж по отдельности должны перестать существовать. Это абсолютное не выставление себя в качестве произведения искусства, не исследование себя, не превращение себя в индивидуальные мифологии, не превращение себя в художника-звезду, как Сальватор Дали или Энди Орфелл. Оно было такое абсолютное стирание себя. Вместо двух этих молодых людей со своей биографией, со своей историей появляются два абсолютно с подчернутой, стертой индивидуальности персонажа, которые изображают такую как бы некую идеальную, старомодную, старорежимную, мидл-классовскую английскость, британскость. При том, что один из них, Гилберт, не англичанин, но швейцарец. И до сих пор говорит с акцентом. Но при этом изображают они вот эту действительно абсолютно старомодную британскость. Начинают они ее изображать, начинают они с того, что они с рисования, с графики. При этом это как бы огромные графические серии, которые называются бумажными скульптурами, потому что они же учатся на классе скульптуры, поэтому все, что они делают, будут скульптуры. Если они будут заниматься перформансом, это будет живая скульптура, поющая скульптура. Если они будут рисовать, это будет скульптура углем на бумаге. Если они будут заниматься живописью, то будет живописная скульптура. Вот такие действительно очень трогательные, в духе почти китчевые, но при этом вполне существующие в английской традиции. Это вполне мог бы быть Хокни, к примеру, того же времени причем. Вот такая история про этих двух идиллических персонажей на природе, потому что где же еще должны быть два молодых английских человека. Это замечательная графика. И там сами они говорят, что они стали в саду Цюэллирии, при этом этот сад Цюэллирии обставлен мебелью из их дома, покрытый теми же рисунками. При этом сами они говорят, что они стали заниматься рисованием, в очень краткий период своей жизни они занимались живописью и графикой только потому, что они не умели увеличивать фотографии технически, не знали, как это делается. Потому что на самом деле протоколирование живой скульптуры, в которую они превращаются, заслуживает самого демократического, самого нехудожественного метода, в котором нет артистизма, материала, руки художника, раз уж они не художники. Это фотография. И, собственно говоря, весь корпус работ, известный нам корпус работ Рюберта и Джорджа, это фотографические работы. Они достаточно одним из первых начинают делать фотографии действительно главным медиа своего искусства. Это живая скульптура, которая протоколирует себя в виде фотографии и в виде публикации. Вот первый автопортрет, где они, конечно, уже в костюмах и с галстуками, но выглядят абсолютно не этими идеальными английскими джентльменами, которыми они хотят выглядеть. Понятно, с чего это начиналось. Подписаны Джордж и Гилберт, которые здесь еще есть у них имена, есть отдельно Джордж и отдельно Гилберт, подписаны они оба страшными английскими ругательствами. И вся эта штука, которая называлась скульптурой для журнала, предназначалась и для английского художественного журнала, который действительно опубликовал эту фотографию этих двух юношей, но цензурировал слабо. Оба ругательства, которыми они себя покрыли, не были опубликованы, а сами они говорили, что мы, объясняя, почему они себя так обозвали на этой фотографии, объясняя это достаточно патетически. Мы понимаем, что нам еще только предстоит большая битва за наше искусство, и мы хотим начать ее первыми. Мы понимаем, что нас будут критиковать, мы понимаем, что нас будут обзывать, какие мы плохие художники, как мы не умеем ни рисовать, ни делать скульптуру, ни писать картины. Мы понимаем, что нам еще предстоит выслушать весь шквал ругательства, весь шквал критики. Так вот, мы начнем это первыми. Мы сами себя пругаем, поэтому они себя сами покрывают, в общем, практическим матом. И появляются фотографии совершенно прелестные, потому что они выглядят таким, чем они, наверное, на самом деле тогда были. Они здесь выглядят почти панками. Они здесь выглядят абсолютно радикальным антиэстеблишментом, которым они на самом деле и являются. Они очень парадоксальные персонажи, потому что, с одной стороны, они абсолютные популисты. Они про то, что искусство должно быть всем понятным, что художник должен выглядеть так, чтобы его быть в костюме и хорошо причесанном, чтобы его не отказались обслуживать в ресторане для приличных людей, что искусство должно быть понятным. С другой стороны, мы увидим, чем они будут заниматься. Это все, что угодно, только не то, что могло бы понравиться обывателю. Также, как довольно сложно для обывателя было принять их образ жизни, они были открытыми геями. В Великобритании начало 70-х абсолютно не было гей-френдли, и таким образом себя декларируют. Но при этом пока, что мы не постулировали это вне богемности, а как абсолютно идеальные два обывателя, которые при этом открыты и гей-пары. Это тоже был достаточно радикальный жест, что мы при этом не настаивали на своей инаковости, на этой богемности, на романтическом узгости, а обычные, скучные, такие, как все. Что такое портрет художника в юности? Это портрет двух людей, которые скорее похожи на клерков, чем на художников, особенно для 70-го года. Что такое, каковы наши досуги, чем занимается живая скульптура на досуге? Живая скульптура на досуге занимается тем, что пьянствует. И первые серии, каким образом они распространяют свое искусство, у них нету входа в галерей, они рассылают его на почту по мейл-листам галерей, которые они получают. И рассылают, они делают почтовую скульптуру. Рассылают они, например, такие поздравления к Пасхе, нарисованные соседскими детишками. Но могут рассылать такие очень эстетские открытки. Такую серию лимриков. С очень хорошей графикой начинали художники, которые они перестали делать. Опять-таки, как идея мейл-арта, как некого предельно демократичного искусства. Так же, как в предельно демократичном медиа оказывается фотография, а предельно демократичной темой оказывается тема, которую они исследуют в первые свои в начале 70-х. Чем занимается живая скульптура, помимо того, что скульптура поет. Когда скульптура не поет, скульптура выпивает живая, выпивающая скульптура. Замечательная серия фотомонтажей, посвященных вот этой самой вечной теме пьянства, алкоголизма, где два этих джентльмена в костюмах и с галстуками. Знаете, тем, чем занимаются джентльмены английские в костюмах и с галстуками? Буха, потому что это такая же страна с вполне себе развитыми алкоголическими традициями. Я думаю, что это может быть одна из самых автобиографических вещей, потому что злоупотребление алкоголем действительно было частью в биографии. И при этом в некоторых случаях это выглядит абсолютно как почти реклама этого самого джина английского напитка, который они становятся... Это действительно напиток для джентльменов, очень джентльменское пьянство. А в другой момент это становится действительно очень точным обозначением вот этих всех возможных стадий опьянения, рассыпающегося, дробящегося мира, рассыпающейся картинки, всех возможных глюков. И то же, что очень забавно, что в 70-е годы они делают само это обращение к теме алкоголизма, к пьянству, оно для 70-х годов достаточно забавно, потому что 70-е, 60-е, 70-е, это все-таки было вполне себе эпоха психоделической культуры. И если там кто-то и хотел разрушать себя и расширять сознание, то, скорее всего, это делалось при помощи других веществ. И вот когда появляются вот эти самые, если настоящему художественному студенту английского художественного колледжа в начале 70-х годов, в общем, скорее подобали наркотики, чем алкоголь, то вот таким как бы и наркотики были романтизированным способом саморазрушения, романтизированным способом увидеть эти галлюцинации, допиться до курицы, до розовых слонов или допиться до розовых слонов. А Гилберт и Джордж выбирают более обывательский, более старинный, более респектабельный, менее романтический способ вот этого саморазрушения, все-таки саморазрушения и способ рассыпать мир вокруг себя на части, добиться этих самых галлюцинаций. И при этом они как бы, то есть это то, чем занимаются приличные люди в костюмах, которые тоже саморазрушаются, но саморазрушаются более традиционными способами. И это абсолютное лишение вот этого самого богемности, богемного саморазрушения, абсолютное лишение какой-либо романтической ауры. Это такая же как бы обывательская традиция в пап после офиса. Что не мешает им делать, создавать вот эти самые фотографии, которые они создают, они действительно очень формалистические, очень красивые, по-моему, традиции сюрреалистические. Но при этом как бы, что это еще история, это история не только про момент опьянения, хотя сами они говорят, что мы воспеваем эйфорию, интеллектуализм и утонченность разрешенной эйфорией, легализованной эйфорией, но это история про похмелье, это история про достаточно клоустрофобические пространства, в которых они оказываются, да, это всегда, это всегда как бы только они там главные герои, снимают они все эти фотографии в доме, в который они в тот момент переезжают, в доме, в Лондонском доме, на эстенде, в доме, в котором они живут до сих пор, естественно, выкупили уже давным-давно, но никуда не переезжать, ни в какой другой район они не собираются, потому что, по-моему, этот дом, видимо, является частью этой живой скульптуры, которая не так с тех пор и является, живая скульптура не перемещается из этого дома. Вот, и серия, которую они делают, серия достаточно депрессивная, серия этих пыльных углов, пыльных закоулков, вот этого пустого дома, в который еще не обставленного, в который они только-только переезжают, история про депрессию, история про отчужденность, история вот про этого самого маленького человека, абсолютно загнанного в угол, да, вот этого как бы забитого, забитого клерка. И занятно, что когда появляя, когда Гилберт и Джордж появляются, вот в этом самом антибогемном имидже с этими костюмами, прелезанными волосами и серебряной краской, 69-й год, да, а где-то в 70-м году появляются, они чуть-чуть, года на два позже придумывают тот же радикальный, абсолютно другой антимузыкальный имидж немецкой группы Крафтверк, которые такие же, музыканты 70-го года с прелезанными волосами, которые при этом еще вот как бы играют электронную музыку такую и представляют себя как роботов, вот в том, что как бы и считается, что они действительно немножко там под влиянием Гилберта и Джорджа придумали этот свой имидж. И в том, что появляют, как бы в том, когда Гилберт и Джордж появляются вот в этом номере, который они исполняют, там есть ощущение, что это еще заводные фигуры, да, заводные игрушки, которые танцуют под эту старую музыку, граммофонную музыку 50-х годов, которую они нашли, потому что они услышали эту пластинку, играющую в лавке старьевщика на граммофоне и поняли, что именно с этим номером, именно с этой музыкой должны делать свой номер и делать свое, как бы, свое главное произведение. Вот, но при этом, как бы, они все-таки идут не от пародии на этих персонажей, да, что это вот такие эти несчастные забитые клерки, а действительно, наверное, идут от этого вот по великой русской традиции сочувствия маленькому человеку с его депрессиями, с его отчужденностью, с его загнанностью в угол, которая с бременем страстей человеческих, как называется, вот эта самая серия со свастиками, да, которые вписаны в эти очень сложные геометрические построения из открыток, из фотографий, которые они делают, со свастиками и с крестами, с той идеологией, с теми тенями, которые всегда давлеют этому маленькому человеку с его чувством вины, с его депрессиями и так далее. В 70-е годы, как бы, живая скульптура продолжает быть живой, появляется, она немножко модифицируется, появляется красный цвет, да, появляется красная живая скульптура, потому что появляются эти рассылки еще, да, эти в самых фотографиях, и в его, и в появляется цвет в их фотосериях, которые они делают, это по-прежнему, они работают только с фотографией, Гилберт фотографирует Джорджа, Джордж фотографирует Гилберта, и все эти фотографии, они как бы вместе выстраиваются плохие мысли. Так появляется впервые цвет, цвет как цвет тревоги, как цвет опасности, да, это такой почти триллер, да, ментальные картины, картины ментального заболевания, картины, в которых есть этот прекрасный, как бы, цветущий Лондон, Лондон, который становится одним из сюжетов, постоянных сюжетов их искусства, но при этом все эти, как бы, как картины связаны еще с картиной таких насупленных персонажей, да, которым стыдно, которые что-то скрывают, да, вот с ощущением саспенса, с ощущением тревоги, с абсолютно неидиллической серии вот этого красного утра, красной опасности, красности красного, которое, как сами они, сами художники говорили, ассоциируется, в 70-е годы еще читалось вот это красное утро, красный рассвет, красная опасность, однако с коммунистической угрозой, потому что это время, когда достаточно сильные настроения просоциалистические в самой Англии, и холодная война, и вот этот, там, красная, красная угроза, красный рассвет, который нас всех ждет, это то, что это те страхи, эти фобии вот этого самого маленького человека, английского буржуа, маленького буржуа, который они тоже показывают, с которыми они работают, Гилберт и Джоша едва ли не единственные современные художники, которые открыто говорят, открыто себя позиционируют как консерватор. Всем же положено быть левыми, да, они вот принципиально, один из них не голосует никогда, другой из них голосует за консерваторов, они любят Маргарет Тэтчера, они говорят, что они восхищаются королевской семьей, потому что королевская семья – это что-то настолько символическое вне политики, что это уже ни к чему не имеет отношения, и они говорят, что не за свободный рынок, потому что современное искусство возможно только при капитализме, поэтому Маргарет Тэтчер делала очень много для современного искусства, просто наладив экономическую ситуацию. Что, опять-таки, в чем ситуация абсолютного вызова, да, потому что при этом они абсолютно не вписываются в представление о том, какие они должны быть правы, да, они, понимаете, все свои жизни, да, они абсолютно не консерваторы, они либертарианцы, и для них, может быть, это тоже такой обратный вариант нонконформизма. Если все левые, то как бы предельным нонконформизмом – это быть консерватором. Если все ходят с длинными волосами, то предельный нонконформизм – это ходить в костюме и короткостриженным. Если все кругом богемы, то надо быть антибогемой, и надо из этого богемного гета вырываться вот в это состояние такой предельной нормальности, что эта нормальность сама по себе становится гораздо большим фрикавством, чем любая, как бы, чем любая, чем любая конвенциональная богемность. Вот, и ощущение вот этого города, который, одно из самых своих действительно радикальных вещей, которые они делают в 77-м году, они делают серию, выставку, серию таких же фотографических панно, которые называются «Грязное ругательство». Это серия монтажей, фотографий, снятых в городе, в Лондоне, в котором они живут, вот в этом самом мигрантском в то время многонациональном квартале истен, со всеми своими проблемами и со всеми теми, как бы, ругательствами, которые они находят, как граффити, написанные на стенах. Граффити, которые они помещают вот таким вот образом, написанными, как они говорят, как вход на дверь, но это двери ада, помещая себя в этот ад, да, в ад этих, как бы, всевозможных, всевозможных ругательств, делая, создавая ощущение вот этого предельно напряженного, опасного города, наполненного агрессией, и где коммунизм, как граффити, оказывается одним из этих самых, одним из ругательств, где есть полиция, где есть вот это самое, как бы, ощущение предельного напряжения, и создавая эстетику в 77-м году, которую, действительно, достаточно часто сравнивают с эстетикой панка, который тоже работает с ругательствами, который тоже работает с грязными словами, который тоже работает с антиэстеблишментом и с антибогемностью, потому что, в каком-то смысле, антиэстеблишментность Гилберта и Джорджа, антиэстеблишментность панка, антибогемность и антихиповскость панка совпадают и те, и другие, и панки, и Гилберта и Джорджа, всей их прилизанностью, против прекраснодушия, очень обеспеченной на самом деле богемности, которая готова бы думать о возвышенном. Здесь возникает вот эта идея выходцев из простого народа, которая бросает вызов этому самому прекрасному богемному, буржуазному, прекраснодушному миру. И при всей противоположности они действительно в этой эстетике и в этой антибогемности сходятся, создавая одну из самых радикальных серий со странными, с таким мулой, который возник как кошмар, предвосхищающий будущее, и с ломофобией возникает, и с картиной Англии, потому что, естественно, при том, что они работают с представлением о том, что такое предельное, почти карикатурное, британскость. Они работают с карикатурой на патриотизм при всем своем консерватизме. Что такое английскость, что такое английский консерватизм. Вот такие два идеальных персонажа, которые превращаются в свою противоположность, в своих двойников, которые похожи на горгулей. Что такое крестовый пол, что такое крест, что такое... А они, как бы наставили, вот серия 80-х годов, что такое счастье, где один из них превращается, где они превращаются в персонажей из фильмов ужасов, из таких хамеровских ужастиков, которые как раз в 70-е годы популярны. Что такое юноши, которые появляются здесь, как кошмар обывателя, вот эта молодежная контркультура. И вот с этими забавными страхами и опасениями британского обывателя, с которыми они тем не менее себя отождествляют, они работают, создавая при этом... Это все сделано, это все фотографии, создавая почти сказочные миры. Потому что здесь вместо них появляются эти два то ли средневековых рыцаря, то ли героя Льюиса Кэрролла, которые все время друг с другом должны бороться. А здесь возникают все ощущения жизни безумия, дьявольских растений. Вот вся серия обывательских страхов, с которой они работают, которые они материализуют, с которой они достаточно изысканно разыгрывают страхов и табу. Поэтому эта работа с религиозными символами, при том, что они оба и атеисты, и люди абсолютно завороженные религиозной культурой, в том числе, совершенно возникает этот цвет, возникает другая эстетика, которая одновременно, эта эстетика как раз почти поп-артная, при этом такой уже поздний поп-арт, при этом сами они всегда настаивают на том, что они никак не соотносятся с поп-артом, потому что поп-арт — это про общество, потребление и про массовую культуру, а не про простую жизнь улицы, а не про обывателей, а не про маленького человека, а не про повседневность, про то, что понятно всем. Но они выбирают такой язык, говорение про мораль, они достаточно морализаторские художники, но они выбирают тот язык и ту эстетику, которая будет понятна всем. Это не поп-артная эстетика, это популистская эстетика, и на этом своем популизме они настаивают. Вот эта работа с табу, естественно, с сексуальностью, потому что секс — это то, что присутствует везде, это то, что связано неотторжимо и от вопросов, и от религиозности, и от вопросов расы, и от капитализма. И секс — это то, что замалчивает искусство, это то, что как бы мы… Поэтому о нем надо говорить, о нем надо говорить предельно доступным образом, поэтому это мультяшный образ, это забавный образ. Потому что тогда люди начнут на это смотреть до того, как это их оттолкнет. И это образ молодежности. Персонажи, которые в 80-е, представляя себя в 70-м году, как портрет художника в юности, представляли себя как все, что угодно, только не молодежь с 80-го года, в 80-е годы начинают окружать себя вот этими фигурами, этих юноши-юноши на кладбищах, юноши в ужасе, из которых они выстраивают огромные аллегорические композиции, композиции 80-го, 84-го года «Смерть, надежда, жизнь и страх» с фигурами, аллегорий, и с тем, что здесь становится понятно, во что превращается эта эстетика раскрашенных фотографий, разбитых в решетку, что это, конечно, эстетика церковных витражей, в которые они сразу же попадают, огромных цветных, рассказывающих аллегорические истории, рассказывающих, доносящих хотя простые смыслы, потому что они создают помпезные достаточно образы, образы, которые работают с представлением, в данном случае, классовых войн, чего угодно. Протива прославления капитализма настолько иронического, настолько напоминающего оборотную сторону соцреализма, при этом они оказываются одними из первых художников, которые едут выставляться в бывшие страны соцлагеря, в 90-м году они выставляются в Москве, в том же году, по-моему, они выставляются в Пекине, еще более закрытом в то время, потому что для них искусство должно, исходя из той же самой своей программы, что искусство должно говорить абсолютно со всеми и быть понятно всем, любым народам, любым классам, любым формациям, любым странам. И другой сюжет, который у них появляется, конечно, в 80-е годы, это сюжет, это та опасность и то ощущение бренности, которая настигает мир во время появления спида. Поэтому возникает кровь и ощущение тела как опасности, тела как бренности, предельного физиологизма, просто витражи из этих пятен крови, присутствие смерти, как мертвые головы. И впервые они начинают показывать, снимать тебя, показывать свою наготу. Причем, как бы, действительно, это не столько нагота, это именно, они не обнаженные, они голые. Это голая, как бы, обнаженность как уязвимость, это нагота, в которой нет ни сексуальности, ни бунтарства, ни какой-то трансгрессивности, ни романтики. Это то голое тело, которое под любой одеждой у всех. Это то, что делает, в этом нет вызова, и в этом нет освобождения, с которым ассоциировалась нагота. Это ощущение бренности. И эти, как бы, не бог весть, какие голые тела в серии 90-х годов соотносятся с чем? С дерьмом, с дерьмом, из которого мы все состоим, с дерьмом, которое для Гилберта и Джорджа это как бы напоминание, не пристойность, не омерзение, а напоминание о смерти, что это как образы кладбища в старинном искусстве, говорят художники в интервью. И таким же сюжетом, из чего мы все состоим, как бы нечто несет опасность, оказываются образы увеличенных клеток телесных жидкостей, крови, слюны, спермы и так далее, соотнесенных с медалями. Они всю жизнь всякие медали коллекционируют английские за заслуги, за награду, за хорошие оценки. И вот эти медали соотносятся с этими изображениями под микроскопом капель крови, например, изображения, в которых прочитываются кресты, в которых прочитывается вот эта вот вечная геральтика во всех этих телесных жидкостях, которые они представляют. И как бы вот из чего мы все состоим, как напоминание о бренности, как напоминание о смертности, как напоминание при этом о том, какие-то как бы вписаны в идеальный узор мироздания, лидеральный калейдоскоп, в котором все мы оказываемся. Тот сюжет, с которым они работали, начинали с этих самых грязных, сюжет, связанный с городом и с городской жизнью, тоже для них постоянный, они к нему возвращаются в 2000-е годы. Собственно говоря, они не определяют себя как… При том, что они работают с британскостью, со своей английскостью, они себя определяют не столько как английских художников, сколько как лондонских художников и жителей Истенда, в котором они живут, потому что Истенд – это мир в миниатюре, где есть все религии, где есть все представители всех народов, где абсолютно достаточно жить, просто там сделать кружок вокруг дома, чтобы посмотреть, чтобы как бы ознакомиться со всем миром и понять, что там происходит. И вот эти самые как бы жизни этого города, жизнь всех этих как бы религий, она становится тоже частью их искусства, все более и более помпезного в серии, сделанной для венецианской биеннале, для британского павильона венецианской биеннале, действительно превращает этих… действительно уже абсолютно напоминает эти самые церковные витражи, а сами они там оказываются представителями всех возможных религий, то есть это такая религиозная церковная помпезность, потому что, в конце концов, не церковное искусство, но религиозное искусство – это самое популярное искусство, это то, с чем большинство людей знакомо, Это отыгрывание лондонских улиц в таком забавном варианте, превращение себя уже совсем в персонажей мультипликационных, с которыми они работают. И это неожиданно в 2012 году опять возвращение напряжения, к ощущению города как некого небезопасного, напряженного, странного места, наполненного текстами, в котором сами они исчезают, растворяются. Да, естественно, с 2002 года несколько меняется техника их работы, они с 2003 года все-таки переходят на цифровую фотографию, начинают работать в компьютере, при этом делая сами фотографии, собирая огромные архивы всех возможных образов, в которых все образы города, все снимки городских улиц, все снимки граффити, все снимки дерьма, например, все снимки плевков на мостовых, все, с чем они работают, огромные фотографические архивы, огромные базы данных, которые они постоянно используют. И снова ощущение другого опасного города, и снова волную страхов и ужасов. И последняя их серия совершенно на настоящий момент, это возвращение к этим самым плохим словам. Эстеблишментные художники, одни из самых известных, самых респектабельных, лауреаты Тернер Прайс представляли Англию на Венецианской биеннале, делают абсолютно панкскую выставку, состоящую из всех возможных слоганов и баннеров всех сортов, которые они переподписывают. Все это все что угодно, поэтому они остаются теми же самыми респектабельными джентльменами, живущими 40 лет в одном и том же доме, по-прежнему ходящих в этих самых костюмах. и замечательное с ними интервью читала, где дядя рассказывает, каким огромным изменением в их жизни, в их карьере было то, что умер их любимый партной, который их все время обширал. Что эти костюмы им надо шить не на Северроу, а что они шьют в своем квартале, который издавна был кварталом еврейских партных. Поэтому это всегда что-то из этого же мира. Еврейские партные из тенда, которые шьют 6 месяцев в один костюм, тем не менее, и что это абсолютное изменение эстетики, когда ты меняешь партного, изменили уклада. И в этом самом замечательном укладе, где соседствует один и тот же партной, который много лет шьет себе костюм, в котором соседствует боже храни королеву, как написанное как граффити и подписанное, что Гилберта Джоша сказали. Гилберта Джоша остаются действительно самыми парадоксальными фигурами предельных консерваторов. и предельных популистов, и предельных нонконформистов, которые, собственно говоря, защищают нонконформизм от того, чтобы он стал привычкой, и привычку от того, чтобы она стала нонконформизмом. Спасибо. Спасибо.